Узбекистан Узбекистан вызвал скорую, но врачи уже не смогли ее спасти, сообщают в Следственном комитете. На фото подозреваемые всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят сообщать по номерам телефонов, указанным на экране. Сочинским спасателям пришлось тушить масштабный лесной пожар. В районе Дагомыса полыхала трава. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Работа специалистов осложняла то, что к месту трудно было добраться по бездорожью. Им пришлось использовать ранцевые огнетушители. На ликвидацию спасателя ушло несколько часов. К счастью, населенные пункты находились далеко, никто не пострадал. Напомню, на Кубани до 3 октября действует экстренное предупреждение о пожароопасности. За 15 минут жителю Сочи вернули угнанный автомобиль. Горе хозяин бросил своего железного коня возле вокзала и побежал встречать человека. При этом он и не подумал забрать ключи и запереть авто. О задаченной пропаже иномарки мужчина обратился в полицию. Угонщика задержали буквально в нескольких кварталах от места преступления. Им оказался 23-летний местный житель. Он признался, что увидев ключи в замке зажигания, не удержался от искушения прокатиться на Мерседесе. За мимолетную слабость ему придется расплачиваться долго, а парню грозит до пяти лет тюрьмы. На бога надейся, а дверь запирай. Этой мудростью не воспользовался житель станицы Курчанской, чем соблазнил домушников. Вернувшись домой, мужчина не обнаружил ноутбука, цепочки и банковских карт. Сумма ущерба в 19 тысяч рублей он озвучил полицейским. По горячим следам они задержали подозреваемых. Злоумышленники проникли на территорию домовладения через незапертую калитку. Обыскав автомобиль потерпевшего и не обнаружив там ничего ценного, они решили забраться в дом, который также оказался открытым. У злоумышленников обнаружили все пропавшие вещи и вернули хозяину. В беседе со следователями они во всем признались и написали явку с повинной. Попытка проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора закончилась аварией в центре Краснодара. Автоледи за рулем серебристого седана нажала на педаль газа, когда уже улицу переходили пешеходы. Ее авто ударила поперечная машина, иномарка обрезалась в дорожное ограждение. В ней сидел ребенок. К счастью, он был пристегнут удерживающим устройством и не пострадал. Водители тоже остались целы. Еще одна авария произошла на улице Красной. Темная легковушка поворачивала по зеленой стрелке, но хозяин должен был пропустить встречное авто. Езда по правилам, видимо, не его конек. На второй линии Калинина водитель долго ждал, прежде чем выехать на перекресток. Тронулся, лишь когда один из собратьев решил его пропустить. Получилось, он оказал медвежью услугу. Таксист не видел выезжающее авто. Без злого умысла уступили дорогу даме и водители на красных партизан. Однако мужчина в третьем ряду к этому был не готов. Поворот с Тургенева на Торбекова не поделили автомобилист и любитель велотранспорта. Первый ехал с поворотником, второй не пойми, куда смотрел. На чем сошлись участники ДТП и договорились ли вообще неизвестно. Но пока хозяин машины доставал телефон, велосипедист сел на своего коня и был таков. Пешеходам, прежде чем перейти дорогу, лучше дождаться, пока хотя бы пара машин остановится. А если ступить на зебру сразу же, как загорелся зеленый, в лучшем случае можно и с пугом отделаться. На Тургенева и Гагарина не разъехались авто и мопед. Водители, пассажиры последнего сразу же оказались на асфальте. Они не пострадали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова